Ева Ардин Отданная за долги дракону, или ну ты и попал. Пролог «Ставлю свою жену!» Выкрик смазливого юноша с золотыми кудрями перекрыл ровный гул голосов игорного зала. Все обернулись на главный стол, где в напряжённом поединке схлестнулись двое. «Вы уверены, барон?» — уточнил нахмурившись худощавый брюнет, чей пронзительный взгляд не мог вынести ни один из присутствующих. «Ваше желание отыграться я вполне понимаю, но ставить на кон живого человека...» «Уверен! Жена такая же собственность мужа, как и дом!» На стол, затянутый зелёным сукном, где уже лежали несколько долговых расписок, с глухим стуком брякнулся массивный золотой браслет. «Это вполне законно, Ваша Светлость», — заметил устроитель игр, склонившись перед брюнетом. «Меня не интересует жена барона Валлета в качестве залога», — сухо сообщил тот. «Зато вам наверняка понравится её приданное», — усмехнулся молодой барон. «Рубиновая шахта! Герцог такой залог вас устроит! Играем!» «Играем», — нахмурившись, согласился герцог. «Но вы, надеюсь, осознаёте риск? Понимаете, что проиграв лишитесь всего?» «Я непременно выиграю!» — заявил барон. «В моём роду были рыцари! Уже завтра газеты напишут, что Валлет победил самого дракона!» «Ставлю!» «Принимаю вызов», — усмехнулся герцог. «Но учтите, барон, только в сказках рыцари всегда побеждают драконов». «На моей стороне магия рода и богиня удачи!» Барон сделал изрядный глоток из своего стакана и взмахнул кистью в сторону устроителя. «Итак, ставки приняты», — провозгласил устроитель игр. «Герцог Артрангар, десять тысяч золотом, дом и долговые расписки барона Валлета. Барон Валлет, жена и её преданые. Рубиновая шахта!» Оба игрока согласно кивнули. Глаза барона горели лихорадочным азартом. Он нервно облизывал губы и то и дело прикладывался к стакану с коричневой жидкостью. Герцог Артрангар был с виду спокоен, и лишь постукивание длинных холёных пальцев, унизанных перстнями, выдавало то, что игра не оставила его равнодушным. В воздух взметнулись разноцветные кубики, и, повинуясь жесту устроителя игр, завертелись внутри замкнутой сферы. Их мелькание завораживало. Все, кто был в комнате, уставились на зрелище. Слишком многое сейчас зависело от того, какой кубик выпадет. Решалась судьба молодого барона Валлета, который мог выйти отсюда победителем, а мог нищим неудачникам, кого никогда больше не примет высшее общество. Кубики замедлили вращение, потом сфера вспыхнула на миг, ослепив всех вокруг, и распалась. На ладони строителя игр опустился один оставшийся кубик. Раздался слитный вздох зрителей. Барон Валлет вскрикнул и упал на спинку своего кресла. Глаза его закатились, а лицо приобрело мертвенно-бледный оттенок. «Победил герцог Артрангар!» — провозгласил устроитель игр. «Барон Валлету надлежит в срок до десяти дней уплатить свой проигрыш и передать имущество согласно долговым распискам. Пусть богиня удачи будет свидетелем». На ладони у строителя сверкнула радужная вспышка, подтверждая его слова. «Полно вам, барон. Видите себя как мужчина. Имейте смелость принять поражение», — обратился герцог к барону Валлету. «Вы не понимаете!» — воскликнул тот, приоткрыв глаза. «Как я скажу об этом своей жене? Моя Нинеэлла! Нежный цветок! Она не вынесет такого позора! И что же теперь буду делать я?» Об этом нужно было думать до того, как вы сели за игорный стол. Жёстко прервал его герцог. «Обратитесь к своей любовнице. Возможно, она обрадуется тому, что вы теперь свободны. Поднимайтесь и идёмте. Мне не терпится взглянуть на своё новое имущество». Глава первая. Нина. «Баронесса Валлет, что вы тут делаете?» Прекрасный вопрос. Я приподнялась, опираясь на руки, и с удивлением оглядела причудливый узор на каменном полу. Лежать на этом самом полу было холодно. А платье из тонкого шёлка, хоть и длинное, с многослойными юбками, совсем не грело. «Кто мне вообще так нарядил? Что за дебильные шутки? Узнаю, чьих рук дело, прибью?» «Ляди Валлет, что вы натворили?» В голосе немолодой дамы, наряженной в тёмное и тоже пышное платье, послышался самый настоящий ужас. «Вы... вы всё же решились на ритуал?» «Что за ритуал?» — спросила я, оглядываясь. Мы были одни в пустой комнате, без окон, и обращалась она явно ко мне. «Кто вы такая и где я?» «Я, ваша горничная. А вы...» «Не-не-элла, вы меня не помните?» Я отрицательно покачала головой и попыталась всё же встать с пола. Узор, что на нём был нарисован, тускло мерцал фиолетовым. Светящейся краской нанесли для пущей достоверности. «Как вас зовут? И где тут можно переодеться?» — спросила я, запутавшись в длинных юбках и чуть не упав. Горничная, мгновенно оказавшись рядом, услужливо поддержала меня за локоть. «Моё имя Анелла, леди. Так вы не баронесса, Валет?» «Ритуал удался?» «Я совершенно точно не баронесса», — сообщила я. «Так, где мои вещи? Я хочу обратно свои джинсы». «Кто же так по-дурацки разыграл меня?» Ненелла Валет — героиня любовного романа, который я начала читать перед сном. Завязка была в том, что бедную девушку поставил на кон собственный муж и проиграл. Да не кому-нибудь, а герцогу, имеющему весьма скверную репутацию. «Значит, моя девочка свободна от ужасной судьбы», — воскликнула Анелла, выпустив меня так резко, что я чуть не упала. «Счастливо оставаться, леди!» И эта дама, подхватив юбки, посеменила к двери. «А ну, стоять!» — рявкнула я так, что та застыла на месте. «Не знаю, что тут происходит, но вы единственная, кто может мне ответить. Так что вернитесь и расскажите по порядку. Где мы находимся, кто организовал это костюмированное представление и что за ритуал вы все время поминаете?» Я готова была, если понадобится, вытрясти из Анеллы правду. Но этого делать не пришлось. «Мы находимся в особняке, оборона Валет», — сообщила горничная ровным, лишенным эмоций голосом. Она обернулась и посмотрела на меня пустым взглядом, словно вдруг стала не человеком, а куклой. Через три дня этот дом, как все имущество барона, включая его жену, будет принадлежать герцогу Артрангару. Чтобы избежать позорной участи, стать рабыней дракона, Нинеэла Валет провела ритуал по обмену душами и призвала вас. Голова внезапно закружилась, а по телу разлилась противная слабость. Я стала оседать на пол. Мало того, перед глазами замелькали картинки чужой жизни. Жизни Нинеэлы Валет. От момента рождения до сегодняшнего дня. Разум с трудом справлялся с потоком образов. Ноги не держали. Перед глазами мелькали радужные пятна. «Или у меня поехала кукуха, или я все же сплю», — сообщила я, понимая, что сейчас снова поцелуюсь с холодным полом. «Помоги мне!» «Да, леди!» — с готовностью откликнулась Анелла, успев подхватить меня. Я с удивлением рассматривала ее идиотски восторженное выражение лица. Не может нормальный человек так реагировать. Точно сон. Сначала эта дамочка приняла меня за персонажа книги, потом собралась уйти, а когда я ее остановила, выдала такой поток бессвязного бреда, который мог породить только больной или спящий мозг. Надо прекращать только работать и срочно начинать нормально отдыхать. Пора в отпуск. Вот проснусь и сразу того. Куплю себе путевку в санаторий. Тем более, что вокруг становилось все интереснее. «Леди Валет, отоприте двери!» — раздался отдаленный, но четко слышимый мужской голос. Очень требовательный голос. Он приказывал, а не просил. «О, это герцог-дракон опять пожаловал!» — любезно подсказала Анелла, с ужасом глядя на меня. «Надо срочно убрать все здесь! Ритуал надо скрыть!» Она отпустила меня и, вскинув руки, начала бегать по комнате, бормоча под нос. Я с интересом наблюдала, как узор на полу потускнел, а потом и вовсе исчез. На окнах сами собой раздвинулись тяжелые портьеры, и в комнату проникли солнечные лучи. Я заморгала, привыкая к новому освещению. А горничная, между тем, с несолидной прытью подбежала ко мне и начала быстро-быстро перебирать пальцами, словно что-то выплетая в воздухе. Перед глазами возникла мутная белесая пелена, и я чихнула. «Стойте спокойно, леди!» — прошепела Анелла сквозь зубы. «Он не должен увидеть вашу истинную внешность!» Я пожала плечами, соглашаясь. «Зачем спорить с персонажем сновидения?» «Если вы не впустите меня, я выломаю двери!» — послышался недовольный голос герцога. «Леди Валет не одета!» — выкрикнула Анелла, продолжая совершать пассы. Пальцы ее заметно подрагивали. «Мне все равно! Открывайте!» Ух, какой грозный! Любопытно будет посмотреть на него. В книге говорилось, что никто толком не мог описать внешность герцога, потому что ни один человек был не в состоянии выдержать его взгляда. Интересно, почему? «Если я снюсь себе, как Баронесса Валет, то нам с герцогом предстоит несколько интересных встреч. Я вспомнила книжное описание. Сейчас, когда герцог ворвется в покое Нинеэллы, она должна упасть в обморок от ужаса, едва увидев его. Ведь он вошел в ее спальню, а это по местным меркам неприемлемо. «Готово, леди! Идемте!» Анелла потянула меня к двери, в которую раньше собиралась выйти сама. И я послушно пошла за ней и попала в ту самую спальню. Из мужчин сюда имел доступ только муж. Кстати, он и был здесь. Судя по россыпи золотых кудрей на подушке, именно Барон Валет лежал на кровати лицом вниз. Парень издавал ровный громкий храп человека, изрядно принявшего на грудь. Вспертый воздух с характерной вонью подтверждал мое предположение. Барон, вместо того, чтобы решать проблему с долгом, счастливо пускал слюни в подушку. Истинно мужской поступок. Как хорошо, что я небезответно влюбленная в этого смазливого идиота Нинеэлла. А дверь, противоположная той, через которую мы вошли, сотряслась от удара и распахнулась, громко стукнув о косяк. На пороге стоял... Ух ты, какой красавчик! Я залюбовалась совершенными чертами лица, с необычными фиолетовыми глазами, чёрными, слегка вьющимися волосами и фигурой. Герцог был высок, широкоплечь и очень неплохо сложён. Такой типаж внешности годится хоть для мужского журнала, где печатают интервью с кинозвёздами, хоть для женского. Если герцога раздеть, конечно. Думаю, что картинка во втором случае выйдет даже более аппетитная. Снять этот страшноватый сюртук с длинными фалдами и убрать кружевное жабо, похожее на деталь костюма клоуна из моего мира. А вот обтягивающие брючки, заправленные в высокие сапоги, можно оставить. Они подчёркивают длинные ноги герцога, да и выгодно обрисовывают. Приятно, что вы рады меня видеть, леди. Прервал поток моих мыслей герцог, с любопытством меня разглядывая. Чёрт, как-то я не с того начала. Похоже, фантазии со стриптизом в его исполнении нарисованы у меня на лице. «Вы и ошибаетесь», — заявила я, вздёрнув подбородок и отступая, чтобы окинуть фигуру герцога презрительным взглядом. «Это вопиющая бестактность — явиться в спальню к замужней женщине». «Ваш муж, как я вижу, нисколько не возражает», — заметил герцог, решительно проходя в комнату. Он посмотрел на Анеллу и бросил ей. «Выйди вон, мне нужно поговорить с твоей госпожой». «Нет», — возразила я, но было поздно. Анелла, словно кукла, глядя в одну точку, стремительно покинула спальню. Мы остались вдвоём, если не считать храпящего барона. А герцог пошёл прямо на меня. «У нас два варианта развития событий, Нинеэлла», — произнёс он с усмешкой. «Первый — я могу взять свой выигрыш прямо сейчас. Никакие объявления в газетах тебе не помогут, когда станет известно, что ты отдалась мне, даже не дождавшись, пока пройдут десять дней». «Меня это точно не возбуждает», — сообщила я, вынужденная отступать, пока не уперлась в кровать. «Что вы ещё можете предложить?» «Хмм», — выдал герцог, подняв руку и легко проводя пальцами по моей щеке. Странная реакция. Где страх? Где мольба о пощаде? Где, в конце концов, затравленный взгляд бедной овечки? «Овечки ниже по улице», — сообщила я, в виде недоумения герцога пояснила. «Там фермерский рынок. Овец тоже, думаю, продают». «Так какой второй вариант?» Герцог задумчиво смотрел на меня. Его взгляд мне не понравился. Уж слишком он был... Я вначале даже озадачилась, не знаю, с чем сравнить. Герцог Артрангор разглядывал меня как хищник. Но он не тот хищник, который поймал добычу и собирается съесть её. Нет, его взгляд выражал не голод, а жажду. Жажду обладания. «Ты пахнешь иначе», — заявил герцог голосом хриплым и низким. В нём явно слышались рычащие нотки. «Мне нравится». «Люблю экспериментировать с духами», — сообщила я, делая шаг в сторону. «Ошибка». Герцог перехватил меня, мгновенно прижав к себе. Попытавшись вырваться, я чуть не упала. Слава богу, удалось устоять, а то уверенно герцог повалился бы на меня. На кровать, ага. Чем всё это могло закончиться, гадать не надо. Достаточно было посмотреть в глаза герцога. Так, стоп, а почему у него вертикальные зрачки? Что же там со вторым вариантом, как можно небрежнее, делая вид, что ничего не произошло, спросила я. «Уже не важно», — счёл нужным пояснить герцог. «Поначалу я хотел предложить переписать на меня право собственности на рубиновую шахту и отпустить тебя на все четыре стороны. Но знаешь, если бы в прошлый раз ты не устроила истерику и не заперлась в покоях, заявив, что объявляешь голодовку, и не стала приглашать журналистов, я бы даже оставил тебе дом. Но теперь это не имеет значения». «Почему?» Я не успела испытать, облегчение поняв, что всё может разрешиться легко. «Наверное». «Я согласна обменять шахту на дом и больше никогда вас не видеть». Насколько помню из книги, шахта давно исчерпала себя. Её всё равно нужно было закрывать. Расходы на содержание и на оплату рабочим уже превышали стоимость добытых там рубинов. «Зачем Бронессе такая дохлая лошадь?» «Правильно, незачем». «Не пойдёт», — покачал головой герцог. «Его руки лежали у меня на талии, и убирать их он явно не собирался. Теперь я хочу получить всё, что мне причитается». Он начал медленно наклоняться, неотрывно глядя на меня. Каюсь, мне даже в какой-то момент захотелось поддаться и посмотреть, а что будет, если его поцеловать. А что? Мой сон. Что хочу, то и делаю. Но я отвернулась, уперла ладони в грудь герцога и попыталась оттолкнуть его. «Почему?» Снова спросила я. «Стоит ли говорить, что этот худой с виду мужик не сдвинулся и на миллиметр?» «Что почему?» Недоуменно уточнил он. «Почему вы теперь хотите не только шахту?» — уточнила я. «Тут меня осенило и ляпнуло, что пришло в голову. Дело ведь изначально было именно в ней, верно? Что изменилось теперь?» «Теперь, Нинеэлла, ты станешь моей!» — сообщил герцог. «Через три дня я войду сюда как хозяин этого дома, и ты встретишь меня с распростертыми объятиями. Потому что по законам этого мира ты и все имущество этого человека, — он кивнул на барона, — будут принадлежать мне». Прекрасный план одобрила я, не отказав себе в удовольствии погладить герцога по груди. А у него, оказывается, неплохой рельеф. Пришлось прогонять мысли о том, как он выглядит без одежды. «Но пока ты не хозяин здесь, так что убирайся, или я не знаю, что с тобой сделаю». Как угрожающе прозвучало, — развеселился герцог, снова наклоняясь для поцелуя. Я увернулась и попыталась высвободиться. Каблучок моей комнатной туфли гулко стукнул о выпуклый бок какой-то посудины под кроватью. «Но я был бы больше впечатлен, признайся ты, что можешь со мной сделать. Хочешь, поделюсь, что собираюсь с тобой делать я?» «Могу прямо сейчас и прямо на этой кровати или на кресле. Впрочем, подоконник тоже вполне годится для моих целей». «Для твоих целей?» — переспросила я, тоже усмехнувшись. «Так ты, выходит, сам можешь себя обслужить?» «Интересно, но возникает закономерный вопрос. Зачем тебе я?» «А у тебя к тому же острый язычок, да, Нинеэлла?» Герцог наклонился и сделал глубокий вдох, почти уткнувшись носом мне в шею. Его руки скользнули с моей талии вверх и легко прошлись по моим плечам. От моих ладоней, что прижимались к его груди, неожиданно пошло тепло, даже жар. Пальцы заискрили, а потом их окутало малиновым свечением. Плечо обожгло болью, зато герцог наконец отступил. В его глазницах горел фиолетовый огонь, а лицо выражало удивление пополам с удовлетворением. «Не нравится мне эта магия, что еще за малиновый свет шел из моих рук?» Я извернулась, присела, извлекла из-под кровати пузатую расписную посудину с ручкой и наставила ее на противника. «Убирайся, или я надену тебе на голову ночную вазу, а она полная, между прочим». Герцог расхохотался. Но мой, можно сказать, акт отчаянной храбрости сработал. Незваный гость стал отступать к двери, подняв ладони в примирительном жесте. Правда, уходил он не молча. «Я рад, что ты сохранила магию, несмотря на то, что вышла замуж за этого слезняка. Просто воля небес, что теперь твоя сила достанется мне». Прежде чем я успела что-то спросить, Герцог продолжил. «Я не хочу, чтобы ты совершила какую-нибудь глупость, Ненеэлла. Не пытайся бежать. У тебя на плече моя метка принадлежности, и я найду тебя, где бы ты ни находилась. До скорой встречи, невеста!» С этими словами Герцог вышел за дверь. «Ну что, он убрался!» Раздался с кровати абсолютно трезвый голос барона. «Иди сюда, женушка!» Глава вторая Я резко развернулась, едва не расплескав содержимое расписной посудины. Аккуратно поставила ее на пол, еще не хватало облиться. Теперь можно муженьку внимания уделить. «Ох, не пойдет оно ему на пользу!» Прямо предвкушаю нашего яснения отношений. Я критически осмотрела барона. Молодой парень, лет двадцати на вид, с золотыми кудрями, ярко-голубыми глазами. Обильные возлияния еще пока не оставили следа на смазливом лице, хотя вот аромата, дыхание муженька вполне можно было захмелеть. «Ни-ни, иди ко мне!» Недовольно повторил он. «Я собираюсь отдать тебе долг!» «Какой долг?» Удивилась я. «Супружеский?» Уяснил барон, привстав с кровати и потянувшись ко мне. «Самое время мне его отдать!» «О, так ты жене должен!» Констатировала я. «Это ты мне должна, если уж на то пошло. Это по твоей вине мы не смогли подтвердить наш брак». «Ох ты ж, елки зеленые, с шишками!» В голове всплыли картинки, не иначе, как из памяти Ниниеллы. Замуж за объект своего обожания она вышла, но до консумации брака дело так и не дошло. Причина была до смешного банальной. В день свадьбы, неделю назад, у невесты начались критические дни, а молодой барон, как оказалось, не выносил вида крови. Прямо в обморок падал, буквально. Увидев эту сцену в памяти Нини, я не сдержалась. Опустилась в кресло и начала самым натуральным образом ржать. Тут надо пояснить. По законам этого мира, девушка, выходя замуж во время брачной ночи, отдавала мужу свою магию. Во имя укрепления силы рода, так сказать. То есть моя магия этому игроману-любителю не досталась. Теперь понятна радость герцога. Другое дело, что я постараюсь, чтобы и ему ничего не обломилось, раз такое дело. Отвлекшись от барона, я чуть не проворонила следующий акт мерлизонского балета. Муженек слез с кровати и с озабоченным видом подошел ко мне, намереваясь. Я успела перехватить его занесенную надо мной руку. Ах ты гад такой! Ты хотел меня ударить? Смеяться я перестала, а вот злиться на муженька нет. Ну что мне оставалось делать, если у тебя истерика? Осведомился барон, глядя на меня сверху вниз. Успокоилась? Тогда иди в постель. Если закрыть глаза, раздалось невесть откуда, то можно представить на месте этой тупой курицы мою Канди. Тогда я точно смогу заставить себя лечь с этой купчихой. Надо еще выпить. Я удивленно заморгала, глядя на барона. Его губы не шевелились. Но уверена, что эти слова я услышала от него. Впрочем, услышала не совсем верно. Это были его мысли. Кто такая Канди? Резко спросила я. Моя любовница, ответил барон, изумленно вылупившись на меня. Откуда ты узнала о ней? Впрочем, неважно. Добропорядочная жена не должна даже заговаривать о таком. Я не удержалась, снова рассмеялась. Такого незамутненного махрового шовинизма мне еще не встречалось. Оно, конечно, понятно. Тут другое время, другой мир. Последняя мысль не понравилась совершенно. Но я ее отогнала пока. Потом обдумаю. Сейчас нужно не зевать, а разобраться с бароном. Если раньше я на него просто злилась, то теперь вовсе взбесилась не на шутку. Тебе ли говорить о добропорядочности? Воскликнула я. Ты не просто завел любовницу, но и проиграл жену другому мужчине. И еще смеешь что-то требовать. Это все ты виновата, заявил этот гад. Если бы у нас была нормальная брачная ночь, я бы не пошел в игорный дом. О, ну да, как я могла забыть. Ведь ты отправился к любовнице, а потом решил проиграть все состояние в день нашей свадьбы. Я по-прежнему удерживала руку барона, и он не приминул этим воспользоваться. Дернул меня на себя, поднимая из кресла. Этим муженек не ограничился. Стиснув меня, потащил к кровати. Я немного растерялась и не успела дать отпор, но тут случилось неожиданное. Барон внезапно заорал и отскочил, словно ошпаренный. Хотя почему словно? Руки его натурально дымились, и он тряс ими, отступая и глядя на меня выпученными глазами. Шел он спиной вперед, поэтому закономерно запнулся о ночную вазу. Та опрокинулась, содержимое разлилось, и несчастный барон буквально сел в лужу. Очень дурно пахнущую лужу. Бедняга попытался встать, поскользнулся и упал, уже всей спиной и головой влипая в то, что потом придется долго отмывать. Большая была емкость, и полная. Я поймала себя на том, что широко и радостно улыбаюсь, глядя в белое от бешенства глаза барона. «Убью!» — заорал он, пытаясь встать. И снова поскользнулся, на этот раз шлепнувшись на бок. Что-то у него не то с координацией. Или, несмотря на нормальную речь, барон еще не протрезвел? Перегар от него все же знатный. «Когда напиваешься, потом очень трудно встать», — сочувствующе заметила я. «Приходится себя заставлять». «Винсент!» — завопил муженек. «Немедленно сюда!» Я оглянулась на дверь. «Барон зовет на подмогу, а его союзник вряд ли будет на моей стороне». Но в комнату вошел вовсе не Винсент, а Анелла. «Господин барон, ваш коммердинер еще вчера вечером покинул этот дом», — с невозмутимым видом доложила моя горничная. «Как он посмел!» Муженек все еще безуспешно пытался встать. «Винсент сказал, что уходит работать герцогу Артрангару, так как тот обещал заплатить ему. Собственно, ушли все слуги. Вы не выплатили им обещанное жалование. Тогда ты помоги мне. «Сожалею, господин барон, но я могу прислуживать только леди. Я осталась ради нее». «Да ты… ты жалкая тварь, недостойная даже находиться в благородном доме», — возмущенно выкрикнул барон. «А твоя леди, которая по происхождению не выше, чем ты, скоро станет вовсе рабыней». Барону наконец удалось подняться на четвереньки. Я подумала, что не хочу смотреть, как он будет мыться и переодеваться, и жестом указала Анелли на дверь, намереваясь пойти следом. «Я сам уйду отсюда. Ноги моей не будет рядом с той, что недостойно называться моей женой». Я не захотела дослушивать, но уже выходя уловила фразу «Уйду к Канде, только надо забрать драгоценность этой курицы, чтобы задобрить мою красавицу». Так, похоже, у меня появилась первая цель. Надеюсь, Анелла знает, где Нини хранит свои украшения. Так, стоп, я же сама это знаю, и код от сейфа, точнее набор слов, которые составляет заклинание запора, мне тоже известен. Впрочем, как и Барону. Но вот вопрос, откуда у меня в памяти столько бытовых подробностей, что составляют жизнь Ниниеллы Валет? Пока я обдумывал этот животрепещущий вопрос, ноги сами несли меня в кабинет на первом этаже дома, где находился сейф. Анелла шла следом, и я осенённой идеей приказала ей. «Подготовь мне какое-нибудь тёмное платье на выход и шляпку с вуалью». «Зелёное-бархатное или синий из атласа, или, может быть, винного цвета с парчёвыми вставками», уточнила горничная. Я была одета в светло-розовое утреннее платье и тряпичные комнатные туфельки. В таких, по каменным мостовым, обильно украшенным продуктами жизнедеятельности лошадей не походишь. С гигиеной, равной как и с уборкой улиц, в этом городе были проблемы. Но это была не единственная моя забота сейчас. «Даже и не знаю», — озадачилась я, осознав, что Нини не терпела тёмных тонов в одежде. Приложив ладонь к двери, ведущей в кабинет, пояснила. «Нам нужно прогуляться по городу, не привлекая внимания. И уйти надо быстро, до того, как барон сумеет меня остановить. Придумай, как это сделать». «Я поняла вас, леди», — с готовностью откликнулась Анелла. «Пойду всё приготовлю». Я кивнула, отпуская горничную, направилась к сейфу. Сняла портрет одного из предков валетов и с короговоркой произнесла слова заклинания, отпирающего дверцу тайника. Полюбовалась на то, как она с готовностью открылась и уставилась на внушительную стопку шкатулок, футляров и кипу документов, которую они прижимали. «Надо всё это добро куда-то сложить». На глаза попалась подушка в кресле хозяина кабинета. Я осмотрела её и радостно выдохнула. Декоративная вышитая наволочка оказалась на пуговицах. В неё-то и отправились довольно многочисленные драгоценности, изобитых бархатом футляров и документы. Я не стала разбираться, какие, и просто взяла всё. Если прихватила лишнего, потом верну. Я не барон валет, мне чужого не надо. Кстати, судя по тому, что всплыла в памяти Нини, все драгоценности принадлежали ей и были оплачены её дядей из её же наследства. От барона она не получила ровным счётом ничего. Ничего я ему и не оставила. Взяла несколько бумаг со стола и сунула их в сейф, на место документов, чтобы создать видимость полного сейфа. Сверху придавила пустыми футлярами из-под украшений и пошла на выход. В коридоре меня встретила Анелла и потянула в нижнее помещение для слуг. Затащив какую-то коморку под лестницей, приложила палец к губам, очень вовремя. По всему дому разнёсся возмущённый крик. «Нини, Элла! Слуги, сюда!» Барон не смог найти никого, кто нагрел бы ему воды и наполнил ванну, пояснила горничная, и залез в чан для стирки белья. А там щёлок. Наверняка обжёгся. Кожа-то нежная. Бедняга. «Надолго это его не задержит», — сказала Анелла. «Леди, я хочу предложить вам, если не брезгуете, надеть моё платье. Если изменить цвет волос, вас никто не признает. Вот, глядите». Она поднесла мне зеркало на длинные ручки. Я глянула на своё отражение и не сдержала вскрика. «Боже! Что это за страшилище?» Из мутноватой, поцарапанной поверхности на меня глядело существо, чья кожа принадлежала скорее старухе, чем молодой девушке. Толстый слой штукатурки на лице, шее и верхней части груди смотрелся откровенно жутко, а яркая краска на глазах, щеках и губах выглядела как грим клоуна. Не добавляли восторга и волосы, уложенные в высокую прическу. Белёсы, как ранние седина у блондинки, они оказались на ощупь, как солома. Неудивительно, что у барона были проблемы с исполнением супружеского долга. И что за извращённый вкус у герцога, раз он захотел поцеловать такую красоту неземную. «Я всего лишь делала так, как вы мне приказывали», сообщила Анелла. «Как мне велела леди Валет». «Что конкретно она тебе велела?» «Сделать её похожей на местных аристократок», пояснила горничная. «Они все белокожие, и сейчас в моде светлый цвет волос. Нине Элла всегда хотела быть блондинкой. Если бы барон консумировал брак, то её волосы бы и так выцвели до белого, а глаза потеряли яркость. Ведь она бы лишилась своей силы». «Интересно, то есть, когда девушка теряет магию, она меняется внешне, становится страшилищем? Поэтому я так выгляжу». «Вовсе вы не страшилище, леди!» С нотками обиды в голосе воскликнула Анелла. «Я очень старалась. Мой дар — бытовая магия. Моя Нине очень страдала, когда не смогла подарить мужу невинность и магию, и попросила сделать так, чтобы никто больше не узнал об этом». «Нине Элла!» раздался громогласный выкрик того самого мужа. «Найду! Убью! Пока ты ещё принадлежишь мне, имею полное право!» Я покачала головой, увидев, как Анелла снова приложила палец к губам. «Да уж, дикий мир и дикие нравы. У женщин прав тут немного, особенно у замужних. А вот что насчёт тех, у кого мужа нет?» На этот вопрос у меня ответа не было. Память Нине не могла дать подсказку. Девушка не слишком много внимания уделяла образованию. Дочь богатого купца, она не занималась делами семьи, стыдилась своего низкого происхождения и всю жизнь мечтала стать аристократкой. Дядя девушки и её опекун после смерти родителей осуществил её мечту, устроив свадьбу с молодым бароном. Богатое наследство Нине отошло мужу в качестве приданного, там была немалая сумма золотом и та самая рубиновая шахта. А я хотела доказать, что брак недействителен и забрать обратно то, что, по идее, барону не принадлежит. Вот только вопрос, удастся ли это сделать? Всё будет зависеть от того, кто согласится мне помочь. Пока я размышляла, Анелла ловко расстегнула множество крючков на моём платье, сняла его и принялась натягивать на меня другое из тёмной и грубой на ощупь ткани. Я только успела, что полюбоваться на собственные панталоны, корсеты, нижнюю сорочку, как оказалось переодета. Совсем рядом за дверью послышались тяжёлые шаги и раздался голос барона. На этот раз он перешёл на оскорбление, безуспешно пытаясь дозваться свою собственность. Анелла тем временем поколдовала возле моей головы и жестом указала на зеркало. Я, глянув на отражение, пожала плечами. По правде, мне было всё равно, как я выгляжу. Главное — добраться до местного юриста, то есть стряпчиво, не привлекая внимания. Слава богу, в памяти Нинеэллы удалось раскопать одно полезное знакомство. Поверенный, который занимался здесь в столице, делами её дяди. Дядя же, выдав замуж племянницу, отправился в плавание на одном из своих торговых кораблей и был, вероятно, даже не в курсе, что приключилось с браком его племянницы. «Где же эта дрянь?» — услышала я опять, словно из ниоткуда. Неужели ушла? Но куда? Её сейчас не примет ни один приличный дом. Ну, каков гад, а? Опозорил жену и не испытывает по этому поводу даже ни малейшего чувства вины. Я не стала останавливаться на том, что, похоже, снова непонятно, как уловила мысли барона, и продолжила слушать. Наверное, забилась в какой-нибудь угол и сидит, рыдает, как и прежде. Это всё, на что она способна. Раздался звон дверного колокольчика, от которого я вздрогнула. Но у кого ещё принесло? Возмущённо подумал барон, топая мимо. Однако после того, как он распахнул дверь, в его голосе послышалось радостное изумление. О, Канди, ну что ты тут делаешь? Соскочилась по тебе, милый. Пришла поддержать, ведь ты наверняка страдаешь. Надеюсь, он не забыл, что обещал мне драгоценности жены. Уловила я новую, иной, чем у барона эмоциональной окраски мысль. Так я напомню, надо забрать их, пока ещё возможно. — Канди, но тут приличный дом, — вяло возразил барон. Однако после паузы и звуков какой-то возни воскликнул. — Впрочем, сейчас это не имеет значения, и я всё равно собирался посетить тебя. Заходи. — Тенар, надеюсь, твоя глупая жена так и сидит в своей спальне, — нарочито громко воскликнула Канди. Мои руки сами с собой сжались в кулаки. Захотелось выйти и популярно объяснить этой курице, что... А, собственно, что... Какое мне дело до того, кем и с кем занимается барон Валет? Я не его жена, и уважение у меня к нему не на грош. Зачем тратить время и силы на разборки с теми, кто того не стоит? Ну, повыдёргиваю я патлы этой Канди, и что в результате? Вряд ли получу даже моральное удовлетворение. Судя по всему, их отношения с бароном длятся гораздо дольше, чем его брак с ниней. А мысли самой Канди намекают, что недолго им оставаться вместе. Зачем ей нищий неудачник? Сюда она пришла только за моими, я прижала к себе наволочку украшениями. Судя по звукам шагов снаружи, парочка прошла мимо. Анелла сделала большие глаза, выразительно на меня глядя, и указала на дверь. Я была с ней согласна. Пора покинуть этот дом. Но прежде горничная с жестом предложила мне переобуться. Вместо тряпичных комнатных туфель я надела громоздки, страшные чоботы, которые, тем не менее, прекрасно сели по ноге. Позже я не раз поблагодарила Анеллу за эту обувь. На цыпочках мы вышли из коморки под лестницей и тихонько направились в кухню. Там имелась дверь, ведущая на задний двор. Ею пользовались слуги. Никто нам по пути, к счастью, не встретился. На улице меня ждал культурный шок. Каменная мостовая, по которой в хаотичном порядке двигались коляски и телеги, запряженные лошадьми, была покрыта толстым слоем грязи и навоза. Узенький дощатый тротуар тут всё же имелся, и по нему гуськом двигались прохожие. Прямо перед нами какой-то парень в мешковатой неопрятной одежде бескомплексно справлял малую нужду на стену дома. Окружающие его, казалось, не замечали. Анелла тоже не обратила на занятого своим делом парня и повлекла меня на улицу. Там, слава богу, долго идти не пришлось, горничная остановила извозчика. Я назвала адрес, и мы забрались в закрытую коляску. А дальше мне пришлось пережить езду в жуткой тряске. За десять минут пути, показавшихся вечностью, я прокляла всё на свете. И Ниниэллу, и барона, и герцога. Когда коляска остановилась, на меня накатило такое облегчение, какого я никогда не испытывала. Но длилось это состояние недолго, потому что дверца экипажа распахнулась, и внутрь бессоремонно, подвинув Анеллу на сиденье, забрался герцог Арт Рангор, собственной персоной. «Куда это вы собрались, Ниниэлла?» Поинтересовался он, как ни в чём не бывало. И длилось, как ни в чём не бывало. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...